Главная проблема сегодняшней политической системы состоит в том, что у нас огромное количество политических проектов и те партии, которые сегодня находятся в большинстве, да и те партии, которые формировали большинство в 2014 году, вот эта мега-коалиция из пяти фракций, абсолютно разрозненных, они все пеклись только интересами своей партии. И абсолютно не думают касательно будущего Украины, будущего украинского государства, будущего украинской экономики, украинского социального сектора. Есть интерес только в том, чтобы сохранить свое право на кормушку. Это единственный интерес преобладающего большинства украинских партий. Есть партия, которая вместо них является последовательной оппозицией, которая в последних неочередных выборах конструктивно критикует эту власть. И последовательно предлагает альтернативные изменения, альтернативные движения. Но опять же, у сегодняшней парламентской оппозиции отсутствуют какие бы то ни было инструменты парламентского контроля. То есть, те комитеты, которые всегда отдавались оппозиции, свободу слова, по меньшей мере свободу слова, они сейчас не находятся под контролем оппозиционной партии. Государства и украинские политики, топовые политики должны исходить из принципов прагматизма, что для Украины будет более выгодно, а не что будет выгодно непосредственно для этих функционеров. Единственное, как на сегодня мы видим, каким бы то ни было успехом, чем можно гордиться за 25 лет независимости Украины, это успешно проведенное Евро-2012. Это единственная такая громкая победа, которой на самом деле мы можем гордиться. Больше я, к сожалению, сейчас назвать не могу. Но как же там победа на Паралимпиаде, второе место в шахматном турнире. Победа на Паралимпиаде, это, извините, она достаточно такая трагическая деталь, поскольку, если мы посмотрим на условия жизни людей с ограниченными физическими возможностями, абсолютно неудивительно то, что они занимают призовые места на Олимпиаде, поскольку выживать в условиях полного отсутствия пандусов, это еще в Киеве достаточно неплохая ситуация. Поедьте в Харьков, поедьте в Днепр, поедьте в Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Винницу, то же самое. Это мы говорим про областные центры, а поедьте в районные центры. Вообще невозможно передвигаться на коляске. И абсолютно отсутствуют какие бы то ни было условия для людей с проблемами со зрением, для людей с проблемами со слухом. Я уже не говорю о тех физических ограничениях для людей, которые передвигаются на коляске. Абсолютно неудивительно, что они занимают призовые места. Плюс, конечно, необходимо отдать должное Национальному паралимпийскому комитету, который выбивает достаточно серьезное финансирование на паралимпийский спорт. Здесь, безусловно, мы должны сказать, что да, это достаточно неплохо.